МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А, ой, всем привет, извиняюсь, я тут немного на чиле. Просто звёзды так сошлись. Артём Шалимов, ведущий федерального музыкального телеканала, приехал на Урал снимать клип. И совсем скоро покажет, что получилось. Вот до Голливуда добрался, до Уральского, конечно. Почему это место так называется, скоро расскажу. Ну, а пока нужно побыть немного в гармонии с собой и насладиться местной красотой. Саня, ты пока пойди кино поснимай. Ай да, Артём, ай да, хитрец. Где ещё найти локации для клипа «Как ни в долине реки Чусовой». Здесь есть все атрибуты уральского гламура. Изысканные блюда, роскошные поместья и, конечно же, звёзды. Запрыгивай в свой лимузин, мы отправляемся на фабрику «Грёз». В этот раз меня решили сильно далеко не посылать. Жалились, можно сказать. Я в деревне Каменка. Это совсем рядом с Первоуральском. Потрясающая река Чусовая, первозданная природа. А всё же какая-никакая цивилизация. Домики, кафешки, баня. Но вообще сюда туристов как магнитом тянут старые киношные декорации. А вот и они. Пойдём посмотрим. Да, Артём, здесь правда есть что посмотреть. Древянный острог появился в Каменке в 80-е. Его возвели для снимок фильма «Семён Дежнёв». Но в итоге разбирать не стали. Декорации успели засветиться и в других кинолентах. Демидовы, «Золотая баба», «Похищение чародея», «Житие Александра Невского». Конечно, состояние декорации оставляет желать лучшего. Это я ещё мягко выражаюсь, но масштаб всё равно впечатляет. Ну, вот это я понимаю уже посовременнее. Кстати, эти декорации использовались в съёмках сериала «Угрюм река». Не, ну Юль, это прям космос. Смотрите, какая аутентичная лесенка. Говорят, что если четыре раза по ней пробежаться, то обязательно в кино попадёшь. Сейчас попробую. Четыре. Звонит кто-то. Алё, Свердловская киностудия? Не, сейчас не интересует. Ага, до свидания. Работает? Эх, ну, поигрались и хватит. Отличная серия получилась. Всем пока. Не пропустите в следующей серии. Попались? Ну, ладно, здесь на часовой на самом деле огромное количество очень любопытных и кинематографичных мест. А вот узнать о них можно в визит-центре. Ого, кажется, у нас Рауд Муви намечается. Здешняя дорога, конечно, на знаменитую трассу 66 не тянет, но вдоль неё тоже много всего интересного можно отыскать. Как тебе, например, Староуткинский железоделательный завод? Точнее, то, что от него осталось. Производство возникло на берегах Чусовой ещё в начале 18 века. Здесь отливали пушки, ядра, дробь и про товары народного потребления не забывали. Я слышал, сейчас многие приезжают сюда ради фотографий для соцсетей. Всё-таки индустриальный туризм сейчас в моде. Это как голливудская аллея славы. Скорее, аллея славы прошлого. Вот эта фотка крутая, с какой-то особой эстетикой. Надо в чат для родственников скинуть. О, как быстро полетела моя фотка. Это потому, что я пользуюсь сим-картой «Мотив». У этого оператора самое широкое покрытие в Свердловской области. И интернет есть везде, даже в самых маленьких посёлках. Ну вот, был завод, 250 лет работал, работал. А теперь только фильмы ужасов снимать. Ну, хоть фотки можно сделать апокалиптичные. Надеюсь, скоро здесь откроется что-то типа модного арт-пространства или креативного кластера. На открытие знаете, какого ведущего приглашать. За идею не благодарить. Тут неподалёку, между прочим, есть целое креативное село Чусовое. Ещё в советское время в нём обосновались художники и ремесленники. К тому же здесь тоже фильмы иногда снимают. И не даром, сам видишь, какая тут красота. Домики здесь, конечно, колоритные. Вы посмотрите на эти ставни. Интересно, сколько этому дому лет? Здравствуйте. А можно к вам в гости зайти? Можно. О, с удовольствием. Залетаем. Хозяева! Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. А можно к вам? Расскажите, пожалуйста, что это за место такое удивительное? Это дом старинный, времён строительства примерно Наполеона. Мы с вами сейчас находимся в горнице, где готовили, делали все хозяйственные дела. А там у нас за печкой находится светлица, где отдыхали, рукодельничали. Ну и вы также сейчас отдыхаете там, живёте по традициям нашим. И приглашаем сюда пожить всех желающих, познакомиться с русской традиционной культурой. Это дом, музей, мастерская, плетень. Ага, и как часто сюда приезжают туристы? Практически каждые выходные. Супер. И что у нас в программе? А в программе у нас приготовление еды в русской печке. Как я выгляжу? Прекрасно. А вот так будет ещё лучше. Серьёзно? Внученька, ну куда ж ты меня? Шоколадка, Артёмка. Вот сейчас до твоего приезда тесто я уже поставила, и оно поднялось. И нам нужно сделать первую обминку. Наша задача – сделать тонкие такие вот связи внутри, чтобы оно было пористое, рыхлое и мягкое. Что случилось, что вдруг вы решили вот эту вот городскую суету из своей жизни удалить? Я мастер по плетению из лозы, и в Екатеринбурге я этим занималась. И сюда переехала, потому что мне нужна была своя плантация, мне нужна была мастерская. Сейчас у меня за 10 лет несколько соток уже посаженной ивы, где растёт три сорта сортовой. Из неё плетут корзины, абажуры, блюда, подносы, люльки. Даже у меня вот одно время пользовались популярностью именно детские люльки, потому что ива – это дерево обереговое. Хватит мять наше тесто, мы его теперь формируем в комочек и складываем обратно. Печка наша протоплена, у нас остались вот такие вот уголёчки. Сейчас мы эти уголёчки все соберём в загнетки, это специальные ямочки в печке. Они будут делать равномерный, так скажем, жар и поддерживать температуру, как в духовке. Я, честно, первый раз вообще пеку пироги, тем более в таком антураже. В русской печи капустка тоже своя, с огорода. Всё своё. Мы её будем сечь. Значит, для этого мы берём нашу сечку, берём корыто, мы начинаем рубить капусту, поворачивая сечку по кругу. Как у меня получается? Всё получается прекрасно, и мы её будем рубить до тех пор, чтобы она у нас была не совсем в пюре, но и не слишком крупная, и чтобы пропиталась собственным соком. Сань, ну посмотри, ну вроде мелкая же. Нет. Нет? Я думал, мы с тобой команда. Наша задача сделать, раскатать вот такой прямоугольный пласт теста на дно нашего пирога, а потом сверху сделать крыжечку. Артём, ты только сильно не расслабляйся. Сейчас для тебя ещё какое-нибудь задание придумают. Надо же отрабатывать уральское гостеприимство. Рассказывайте, что это такое за чудо-юдо. Это старинный станок, который использовали северные народы для того, чтобы ткать коврики из травы, из рогоза. Мы немножко модернизировали и сделали из этого станка, ну сделали этот станок, используемый для ткачества ковриков из пихтовых веточек. Как это делается? Здесь есть две ниточки, которые мы будем менять между собой. Одну бобиночку сюда, а эту бобиночку туда. Стараемся, чтобы крыжечки у нас были мягонькие. А это вот сюда. Всё, делаем. А что делали, когда такую монотонную работу выполняли? Песни пели. О, давайте споём. Вот думал, приеду в деревню Уральскую, отдохну, воздухом подышу. А что на деле? Я работаю, а женщина поет. Я гостя дорогого, гостя дорогого. Пойдёмте пирог доставать. Уже время. Какой горячий вкусный пирог. Капуста совершенно какая-то нереальная. Тесто тончайшее. Ну, тоже надо уметь. Сколько мы тут час его месили? Вы знаете, все пироги вкусные, но которые делаешь сам вкуснее в тысячу раз. Ольга, моё почтение. Не пирогами едиными. В Светлице дома-музея тоже чудес предостаточно. Загляни хоть одним глазком. Ну что, Артём, а здесь у нас находятся главные раритеты нашего дома. Серьёзно? Такой сундук? Сколько этому сундуку? Ну, примерно столько же, сколько и дома. Вот такая бутылочка. Вот эта бутылочка. На неё надевалась сосочка. И, в принципе, это было для кормления младенцев. Она имела специальную гладенькую форму, которая напоминает мамину округлости. Ещё одной интересной такой вещью является вот такой жбан. Жбан? Да, я предлагаю его сперва понюхать и угадать, что в нём хранилось. Масло? Да, топлёное масло. И даже не прогоркло, оно пахнет до сих пор вкусно. Вот ещё одна такая вещица интересная – это фонарь. Туда можно поставить свечечку, и выключишь, когда свет, будет звёздное небо. Серьёзно? Так вот, чего мне не хватало в уральском Голливуде. Звёзд. Знаете, в английском языке есть такое понятие – celebrity sighting. Ну, это типа встречи со звездой. Ну, когда ты приходишь на фудкорт, а там Джордж Клуни берёт себе хот-дог. Так вот, в посёлке Кауровка тоже можно посмотреть на звёзд. Точнее, на звёзды. Кауровская астрономическая обсерватория была открыта в 1965 году. Это, между прочим, не аттракцион чисто для туристов, а действующий научный центр – филиал Уральского федерального университета. Тем не менее, побывать здесь может любой желающий. Мне рассказали, что где-то здесь находится солнечный телескоп. Как он выглядит? Вы задаёте совершенно тот самый вопрос, который мне всегда задают экскурсанты. В вашем представлении телескоп – это труба, которую надо смотреть. Всё верно. А наш телескоп особый. Он наблюдает только за Солнцем. Всё это сооружение есть не что иное, как труба телескопа. Мы в трубе телескопа. А изображение так строится? Значит, там, за дверью, у нас крыша откатывается. Там два зеркала, которые ловят солнечного зайчика. Зайчика изловили, направили в это квадратное отверстие, вот на это зеркало. От него лучик света можем направить вот на то зеркало, которое за вами. От него лучик света идёт обратно. И вот на том белом экране мы получаем изображение Солнца 55 сантиметров. Вот такое солнышко. На нём пятнышки солнечные введем. И мы каждый день их наблюдаем и измеряем магнитные поля. Это у нас обязательная программа. А как это влияет, например, на жизнь обычных людей, которые даже не подозревают об этом? Пятна – это выход магнитного поля на поверхность Солнца. В этом месте мы можем наблюдать солнечные вспышки. Во время этой вспышки вылетает в космос огромное количество частиц. И летит, в том числе и в сторону Земли. Для нас это облако очень опасно. Сильная радиация защищена магнитным полем нашей Земли. Магнитное поле на себя удар принимает, при этом меняется. И вот это вот изменение магнитного поля мы и называем магнитной бурей. Не переживай, Артём. Привычные тебе телескопы здесь тоже есть. Этот телескоп, он имеет интересную схему, двухзеркальную схему. У нас есть главное зеркало с центральным отверстием. И есть вторичное зеркало. Благодаря этим зеркалам этот телескоп имеет вот такую компактную конструкцию. А длина этого телескопа эквивалентна 10-метровому инструменту. Здесь мы, к сожалению, ничего не увидим. Этот телескоп приспособлен для спектральных исследований. И этому телескопу требуется прежде всего площадь. Чем больше площадь, тем лучше телескоп. Владлен, ну а своими глазами можно что-то посмотреть? Артём, без проблем. Сейчас я вам покажу одну из самых ярких звёзд на небе. А ещё с увеличением яркости в 2500 раз примерно. А куда смотреть? Смотрим аккуратненько в окуляр. Телескоп, стараясь не трогать. А какую звезду-то можно увидеть? Вега. О! Я вижу маленькую звёздочку пока. Вот она вот у меня в самом верху. Но она на самом деле такая яркая, если честно. И она вот сейчас... Она куда-то ушла из видимости. Дело в том, что мы живём на большой карусели под названием Земля. Кажется, что как будто бы звёзды вращаются. На самом деле вращаемся мы. А как далеко от нас находится эта Вега? Если мы сейчас посветим туда фонариком, то через 26 лет нас увидят. Примерно. Ну, я считаю, что надо дать им какой-то знак, чтобы они тоже не расслаблялись. Сейчас сделаем. У меня есть специальный сигнал. Вау, ну луч действительно мощный. А им можно прям выжигать небеса, облака? Я был бы рад, потому что иногда облака нам очень сильно мешают. К сожалению, на Урале у нас всего лишь где-то 80 ясных ночей. А желание, скажем так, изучать звёзды есть всегда. Поэтому, конечно, облака нам мешают в основном. В телескоп я увидел только одну звезду. Но здесь невооружённым глазом можно столько звёзд разглядеть. Вот посмотрите, какой кадр сняли наши операторы. А ещё мы стали свидетелями редкого полярного сияния. Долгое время мы пытались найти, что противопоставить Голливуду. Но, кажется, искали совсем не там и не то. Ну вот здесь, те же сосновые леса, горы, реки, озёра. Но ощущается всё совсем по-другому. Как жаль, что теперь здесь редко хоть что-нибудь снимают. Но, надеюсь, мы показали пример. Товарищи продюсеры, сделайте себе пометочку. А вообще, приезжайте на Урал. Здесь шикарно. Так, стоп. А клип-то свой покажешь, наконец? Мы все в предвкушении. Music, please. Музыку. Хлопни. Мы сегодня ночили, все проблемы отключили. Столько мест в нашем городе для себя открыли. Буэраки, реки, раки и полезные лайфхаки. Мощный тревел нас ждёт, будет полный улёт. Далеко лететь не надо, нам нужен. Отпусть неподалёку, движемся в западах, в востоку. Отпусть неподалёку. Мы расскажем и покажем все реальные пейзажи. Вы такого не видали и не пробовали даже. В бесконечной суете, виды города не те. Путешествуй вместе с нами, будь всегда на высоте. Давай, лови культурный шок. Отпуск наш будет недалёк. Кирилл приём, мощный тревел нас ждёт. Ждёт, ждёт, ждёт. Будет полный улёт. Далеко лететь не надо. Нам нужен поспусть неподалёку. Движемся в западах, в востоку. Отпуск неподалёку. Отпуск неподалёку. Движемся в западах, в востоку. Отпуск неподалёку. Отпуск! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok